Тендопротезирование коленного сустава, так и в целом, как и в любых суставах, это оперативное решение при выраженных ограничениях, выраженных деформациях в суставах, выраженный болевой синдром, который не купируется длительное время при лечении. Эта операция должна быть выбором пациента. Для того, чтобы подготовить сустав к замене, так как при ограничении, при выраженных болевых синдромах идет нарушение и в мышечно-связочном комплексе, нарушение кровообращения сустава, естественно, и для улучшения и ускорения реабилитационных мер после операции, желательно рекомендовано подготовить сустав и пациента к операции. Это в основном выполняется первично. Восстановление мышечно-связочного карсета сустава выше и нижнего отдела сустава. Это массажные техники, это физиотерапевтические процедуры, которые улучшают и биомеханику мышечной структуры. Естественно, это подготовка направлена на улучшение микроциркуляции, кровотока. Это и сосудистые препараты в виде таблетированных или внутривенных инфузионных терапии. После хорошей проведенной подготовки пациента к замене сустава сокращается период реабилитации и период восстановления в послеоперационном периоде. Если пациент наблюдается у кардиолога, терапевта, эндокринолога, естественно, перед операцией нужны будут разрешения этих врачей для дальнейшего выполнения оперативного лечения. Потому что, возможно, будет отмена препаратов, которые пациенты принимают. И для этого именно от тех врачей, у которых они наблюдаются, рекомендовано получить показания разрешения на операцию. Желательно еще одним дальнейшим этапом подготовки к операции, если человек курит, принимает алкогольные напитки, отменить. И, естественно, хирурги всегда рекомендуют тучным полным пациентам снижение веса для того, чтобы протез долго прослужил. И этим пациентам дается определенное время для контроля веса и снижения массы тела. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки при возникших вопросах, пишите, и мы обязательно вам ответим.